Письмо моему мужу Она ждет, не дождется, когда мой муж прилетит туда, в Чикаго, к ней Всем-всем огромный привет! Сегодня видео-продолжение про румынских скамеров Первую часть вы найдете вот по этой ссылке И эту часть я где-то записывала осенью, даже уже не помню, сентябрь, может быть, это было И тоже где-то там осенью румынская девушка со своим сыном Они прилетели в Чикаго к своей подруге по туристической визе И визу эту дают на один месяц, только пребывание в стране возможно Но каким-то там они способом, я не знаю, там можно подавать на продление визы Вот, и они подали на продление, этой девушке уже продлили визу Значит, они находятся здесь, в США И прислали письмо моему мужу о том, что она так любит моего мужа Это вот Александра, у которой сыну 10 лет Которая прилетела из Румынии специально, чтобы встретиться с моим мужем Она его так сильно любит, что она готова, если он пришлет ей деньги сама К нам сюда приехать и с нами познакомиться Вот, либо она ждет, не дождется, когда мой муж прилетит туда, в Чикаго, к ней Вот Мой муж проигнорировал это письмо и не стал вообще ничего отвечать И в районе, значит, когда это было, это были 20-е числа декабря 2019 год Подруга, которая живет в Чикаго Я не помню, как ее зовут, но давайте назовем ее там Елена, я не знаю Значит, она пишет письмо моему мужу Что это ты во всем виноват, Александра вскрыла себе вены Это девушка, которая прилетела из Румынии И что теперь будет, никто не знает Все Вот такое маленькое, коротенькое письмо Проходит два дня Проходит два дня И вот это Елена, подруга, новое письмо пишет Что, значит, Александра вскрыла себе вены Сейчас она находится в госпитале Там какой-то, знаете, в Чикаго есть какой-то такой суперогромный госпиталь И вот они именно это имя написали И она находится в этом госпитале Она пришла в себя, она не умерла И слава тебе, господи Но проблема в том, что Ребенка-то 10 лет мальчику Полиция его забрала От матери Поскольку увидели, что человек суицид совершил Вот, полиция забрала ребенка Ладно Проходит еще один день И уже пишет сама это Александра Которая якобы вскрыла себе вены Пишет ему письмо Что, да, вот это он во всем виноват, мой муж Что она так его сильно любит У нее нет денег Она только из-за него прилетела в Америку Чтобы с ним встретиться Хотя он ее никогда не приглашал Вот И, в общем, переписываются Там что-то она такое пишет И самое-то главное, что У нее уже ей предъявили счет За эту больницу И эта сумма такая какая-то 1876 долларов Что-то такое, вот И она просит моего мужа Прислать ей деньги Чтобы она могла оплатить этот счет Потому что она пишет Если я не оплачу этот счет Мне в полиции не отдадут моего сына Ладно Я Питеру говорю Ты знаешь? Ну давай просто ради прикола проверим Пусть она тебе даст все данные Вот этого госпиталя, где она находится И пришлет тебе чек И пришлет тебе чек В Америке, в общем, можно онлайн все оплачивать Там куча всяких сервисов Да Если у вас есть вся информация Вы можете все оплатить онлайн напрямую Вот Что делает эта Александра? Она, значит Каким-то там образом То ли они там вдвоем там мухлевали То ли что Они присылают Значит на PayPal Чтобы мой муж отправил деньги на PayPal Но они ставят штамп Как бы Типа документ Документ Вот этого госпиталя Фирменная эмблема этого госпиталя Потом Ну там Оплата идет расписанная Вот Но куда посылать? Чего там? Ничего этого нет Только вот Сами там что-то они набрали такое Ладно Мы, значит Поскольку у нас есть Ее паспорт Данные ее паспорта Она присылала нам это все заранее Ну там давно уже Много лет назад Моему мужу, да Мы, значит Я мужу говорю Ну позвони просто в этот госпиталь И спроси Он звонит в этот госпиталь Чикагский Называет ее имя и фамилию Вот И на что Служба, которая Вот принимает все телефонные звонки Они говорят Пациент с таким именем и фамилией Не поступал Вот Но эти Я не знаю Мой муж Просто написал им в ответ Вы вот пришлите нам данные Если я все это проверю И все это подтвердится Я могу оплатить напрямую в госпиталь Вот Они все равно Они стараются, знаете А они пишут в ответ Что нет Ты пришли деньги Александре И она сама все сделает Вот Через Paypal Просто отправь деньги Ну естественно Никто никаких денег посылать не стал Ладно Мы-то В общем-то Ничего больше не предпринимали Стало сразу понятно Кто это и что это Но они уж сильно, знаете Закидали там И Александра это писала И подруга это писала В общем, закидали моего мужа письмами И он, знаете Он такой человек очень добрый Понятно, что девчонки Там или мальчишки Это не знаю Кто там за ними стоит Им нужны деньги Им нужны просто деньги Но мой муж Просто взял И отправил им 150 долларов И написал Что все это Последняя сумма Больше никаких писем Никаких вообще Ничего не будет Потому что Мы позвонили в госпиталь И в госпиталь сказали Что пациента Такого не было То есть И нам понятно Кто это и что это И им понятно Что Ну как бы Вывести на чистую воду Это все очень легко Ладно Все Потом Она там еще Знаете Писала Что вот Ты пришли Я только заберу сына Ты только пришли Мне эти деньги Мне главное Забрать сына Все И подруга это пишет Что у меня там есть Мили Накопленные мили Я могу им обоим Купить билет Обратно В Бухарест Они улетят обратно В Румынию Потому что здесь Только нелегально Если они могут остаться А нелегально Это тоже знаете Там проблемы всякие Вот И пишут Что все Она улетит Ей там предлагали Работу в Италии Она в Европе Может найти работу И так далее Ну и ради бога Пусть улетает Делайте что хотите Да Как говорится Ладно Сегодня у нас уже 10 марта 2020 год И вот Несколько дней назад Мой муж опять Получил письмо От этой Вот Мадам Александры И она опять пишет Как у нее тяжелое положение Что у нее опять нет денег Хотя она обещала До этого еще Да Что ты только пришли мне деньги Только пришли мне оплатить Вот этот счет Я никогда тебя не побеспокою Никогда тебе больше ничего не напишу В общем Там столько было эмоций Вылета Это вообще Мы когда читали Да мы понимали Кто это И зачем это И как это Ну конечно Ну знаете Ну просто вот Интересно Что же дальше И вот опять Опять Там-то мы все это делали Он отправил эти 150 долларов Все написал Что все это Последняя сумма Больше пожалуйста Не просите Никто ничего не отправит Потому что Вы не подтвердили Свою информацию Вот Прислала она вот Несколько дней назад Письмо Опять что у нее Все-все плохо Ей очень нужны деньги Я правда Не совсем поняла Где она находится Там по письму Даже непонятно То ли она улетела обратно В Бухаресте она живет То ли она Все еще здесь находится Но наверное улетела Потому что теперь Причина По которой ей нужны деньги Коронавирус Теперь проблема В том что у нее нет денег Она не может поехать В Италию Куда Ее звали И там есть какая-то Для нее работа И хорошие условия Для того чтобы Ее сын учился В школе Но коронавирус Теперь мешает Понимаете И теперь все Я даже не знаю Как там все остальные Румыны живут Но вот причина Теперь какая Понимаете Теперь она Не может деньги И в Бухаресте Зарабатывать Она и раньше Их там не могла Зарабатывать Там почему-то Люди другие Как-то выживают А она вот Ну никак не может Выжить У нее настолько Все плохо А уехать в другую страну Она тоже не может Потому что коронавирус Вот Ну мой муж Уже все Игнорирует Просто мне Показал это письмо Мы почитали Посмеялись Вот я думаю Расскажу я вам Продолжение этой истории Вот Вот такие бывают С камеры Не помогайте Не помогайте Никому Кто вызывает Подозрения А если вы хотите Помочь Да То помогайте От чистого сердца Мой муж И помогал Немножко-то Да От чистого сердца Но Люди наглеют И Никто конечно Не ценит Эту помощь А просто Пользуется Все Всем спасибо большое За просмотр И встречаемся С вами В следующую пятницу Пока Субтитры сделал DimaTorzok